На детской площадке пятиэтажного дома у остановки улицы Павленко во время дворовой пьянки местному жителю порезали горло. Врачи, а позже и полицейские, застали на месте событий целую компанию. Это мужчина и две женщины, которые выпивали вместе с потерпевшим. Собутыльники расположились на скаймейке около песочницы, как делали это уже не раз. Кто порезал их знакомого, присутствовавшие якобы не знали. Следователю и оперативнику они в один голос заявили, что при резне не присутствовали. Компания якобы ходила в магазин за очередной бутылкой, а когда вернулась, увидела лежащего на земле окровавленного собутыльника, который оставался во дворе. Сказать, кто его ранил, пострадавший, вроде как не мог. Жильцы дома никаких криков не слышали. Да если бы и слышали, то вряд ли бы обратили на них особое внимание. Компания постоянно шумит. Сказали, может ли мы в магазин сходим. Мы сходим с магазина, он же здесь лежит. Как бы спросили вот здесь, кто местный был, на балконе курили. Вы видели кого-то? Говорят, нет, никого видно. Тут малолетки обезбашенные есть. Как бы так. А нож или что-то острое нашли? Ничего вообще не было. Откуда у нас нож? Нет, я имею в виду, что здесь где-то нож. Нет, у нас не было ничего. Мы с магазина вернулись, а он лежал. Орудием преступления стала пустая водочная бутылка. Ее напавший разбил и ткнул пострадавшему в шею острым горлышком, повредив артерию. До приезда врачей собутыльники пытались зажать рану, чтобы уменьшить потерю крови. Раненый госпитализирован в челюстно-лицевое отделение городской больницы. Мужчина получает лечение отрезанных ран шеи и подбородка. По данным полиции, проникающих ранений он не получил. Угрозы для его жизни уже нет. 38-летний потерпевший является местным. Он проживает в соседнем от этого двора доме. Участковый полагает, что искать преступника следует все же в ближайшем окружении пострадавшего. С места происшествия Мария Дедова, Юлия Зима и Андрей Алферов.